Гражданин Лукашенко не хочет отдавать власть. И в этой постоянной жажде безграничной власти нет места мыслим о развитии страны и белорусского народа. Вот и референдум по изменению в Конституции нужен только Лукашенко и его соучастникам. Поправки не вытащат страну из глубокого политического кризиса. Поправки не сделают белорусов счастливее, не сделают жизнь граждан лучше. Диктатор хочет только еще больше законсервировать ситуацию, отобрать еще больше прав у белорусов и сделать так, чтобы в качестве дополнительной гарантии неприкосновенности его власти стали бы ежегодные посиделки 1200 чиновников в рамках так называемого Всебелорусского народного собрания. Беларуси и белорусам нужны перемены. Перемены, которых не может и не желает предложить режим, к которым не имеет никакого отношения так называемый референдум и те изменения Конституции, что призваны законсервировать диктатуру в стране. И, конечно, к переменам не может привести сохранение старой Конституции Лукашенко, которая привела нас лишь к политической деградации, стагнации и кризису. Белорусы все эти годы пробивались через асфальт авторитаризма, бюрократии, цензуры и коррупции и менялись сами, и старались изменить свою страну к лучшему. Но в 2020-м мы поняли, что построить такую жизнь и такую страну, которой мы достойны, не изменив в корне саму систему, невозможно. И система доказала нам это – массовыми арестами, насилием, пытками и даже убийствами несогласных. А сегодня нам предлагают перевернуть страницу. Нам предлагают согласиться с безальтернативным выбором и забыть о том, что этот режим, эта уродливая система и есть то, чему мы сказали нет в 2020-м. Поэтому сейчас, в ответ на попытки режима перевернуть страницу с помощью так называемого референдума, мы должны эту попытку перечеркнуть. Поставить на ней, если не финальную точку, то жирный крест. Даже два. Но кто-то спросит – окей, ну а что взамен? За что хорошее мы с вами боремся? К чему будем стремиться? Как политик я начну с политической системы страны. Многие из нас долгое время были вне политики и считали, что это ненужная и даже вредная сфера. Нас убеждали – нечего в эту политику лезть. Но это не так. Как раз наше неучастие в политической жизни страны и позволяло Лукашенко относительно спокойно все эти годы держаться за власть. Но в 2020 году белорусы решили, что участие просто необходимо, потому что будущее страны должно быть в руках белорусского народа, а не диктатора. Новой Белоруссии нужна сменяемость власти. Мы, белорусы, своими глазами видим, к чему ведет диктатура. Узурпация власти тормозит развитие страны и создает условия для преступлений, для борьбы с инакомыслием, для коррупции, кумовства и преследования политических оппонентов. Президент должен быть менеджером, который вместе с командой профессионалов делают страну лучше. Его цель – не сохранить свою власть, а создать условия для развития граждан, компаний и целых отраслей. И когда срок менеджера заканчивается или он перестает справляться с обязанностями, он уходит, а не фальсифицирует выборы. Новой Белоруссии нужна независимость ветвей власти. Независимость ветвей власти – гарантия того, что никто не узурпирует целую страну и не повторит диктатуру. Только такая конфигурация гарантирует, что в стране будет честный суд, в котором можно будет выиграть у государства. Гарантирует, что представители правоохранительных органов, если они совершат преступления, понесут наказание. Гарантирует, что в Беларуси больше никогда не повторится ужас режима Лукашенко. Новой Беларуси нужна свобода СМИ. По-настоящему эффективная работа государственных институтов и политиков невозможна без свободного доступа граждан к информации через СМИ. Только независимость медиа даст возможность проводить реальные референдумы и выборы. Работа журналистов критически необходима для развития страны в том направлении, в котором этого действительно хочет народ. Новой Беларуси нужна дебюрократизация власти. Чиновники и государственные служащие должны быть современными и работать для людей, а не быть для них наказанием. Чиновники должны решать проблемы граждан, а не рассылать многостраничные отписки. Государственный аппарат должен быть сервисом, который помогает развиваться людям. Государственные служащие должны быть партнерами и помощниками, а не надзирателями и карателями. Все это создаст основу для дальнейшего развития страны. Благодаря здоровой политической системе мы сможем повысить благосостояние граждан. Такая система поможет раскрыть тот бесконечный потенциал беларусов, который режим Лукашенко зажимал долгие годы. И этого потенциала у нас хватит, чтобы создать систему, работающую для людей и на людей. Систему, которую мы способны построить взамен той, которую создал под себя режим Лукашенко и которую мы вместе перечеркнем.